Девчонки, всем привет! И в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о своем уходе за волосами. Начну с того, что я вообще очень-очень люблю ухаживать за волосами, и передо мной сейчас огромное количество средств лежит, которые я хочу вам показать. Я уже снимала видео именно о принципах ухода за волосами, каких-то таких основополагающих моментах, которых я придерживаюсь в принципе. Вы можете его посмотреть. Сегодня я хочу показать именно продукты, которыми я пользуюсь на данный момент, которые мне нравятся. Ну и немножко затрону сейчас тему моих волос. Кто меня смотрит постоянно, вы знаете, что в прошлом году, в феврале, я с дуру сделала прикорневую химию, бустап, и сейчас я ее усиленно-усиленно отращиваю и просто усиленно ухаживаю за волосами. На данный момент, ну вот мне кажется, даже на видео будет видно, она у меня вот сейчас где-то вот здесь, на кончиках. Вы видите, что кончики, ну такие немножко пушистые, хотя в парикмахерской я была именно делала, обновляла стрижку, обновляла цвет волос буквально 2 или 3 недели назад. Не так давно, но химия, она естественно, что с ней сделаешь. Поэтому отращиваю усиленно и никогда-никогда не делайте бустап, это правда ужасно. Это очень сильно портит волосы, это абсолютно не стоит того, и если вы так смотрите и издали, о, какой объем на волосах, то на самом деле волосы становятся ужасные на ощупь, они ужасно ломкие. У меня очень много волос поломалось именно, ну вот в этом месте, где была химия, они просто отламывались. Ну это действительно ужасно, это отвратительно и я никому-никому-никому не советую. Волосы у меня довольно-таки густые и довольно-таки толстые, поэтому я действительно вообще абсолютно не парюсь с феном и с какими-то укладками. Я феном пользуюсь только в каких-то крайних-крайних случаях. В принципе я ничего не делаю с волосами, я их просто в чуть влажном состоянии расчесываю. Может быть обычная расческа-массажка, чуть-чуть подвиваю либо внутрь, либо наружу там по настроению и все, высыхают они сами. Много лет я уже стригу волосы под одну длину, то есть вот сзади у меня они все под одну длину и спереди я делаю периодически то чуть-чуть удлиненная кора, то вот сейчас вы видите у меня небольшая лесенка. За вот ни за удлиненным корой, ни за лесенкой, а тоже как за таковой не ухаживаю в плане укладки. Точно так же расческа влажной волосы чуть подвела куда мне надо и все, они высыхают. Итак, средство первое, начну с шампуней. Мой любимый шампунь уже очень-очень много лет, я уже даже года 4 точно, возможно даже и больше. Это вот такой вот шампунь от Шварцкоп серия Бонакур, это шампунь глубокого очищения. Просто обожаю его, вот это у меня уже, я не знаю даже какая бутылочка, я им пользуюсь постоянно, он у меня есть постоянно. Он прозрачный, прекрасно пенится, отлично разносится и когда я им пользуюсь, действительно волосы дольше остаются свежими, чистыми и реже их приходится мыть. Ну классный шампунь, абсолютно не электризует волосы, делает их гладенькими, такими вот они лежат так ровненько. Ну классный, действительно обожаю, уже много раз про него рассказывала. На данный момент, вот где-то наверное последние года 2, я шампуни чередую где-то через месяц. То есть месяц я пользуюсь одной линейкой шампунь, там маска, бальзам, на следующий месяц я меняю полностью и несмываемый уход и шампунь. Почему? Я это делаю не потому, что там волосы привыкают или еще что-то, потому что и трихологи, и парикмахеры говорят, что не надо часто менять шампунь, если вам нравится какой-то один, пожалуйста пользуйтесь им хоть всю жизнь. Я их меняю, потому что мне просто элементарно надоедает. Мне надоедает цвет упаковки, мне надоедает консистенция, мне надоедает запах, ну вот просто знаете, вот элементарно хочется чего-то новенького. Поэтому я примерно раз в месяц, может быть раз в полтора месяца именно уход за волосами меняю. Поэтому сейчас вам покажу именно несколько таких линеек, которыми я пользуюсь. Итак, следующее, это виши, у меня остался бальзам еще из этой же серии, нежные минералы, называется есть шампунь, я его тоже вам давно уже показывала, абсолютно прозрачный, с такими пузырьками кислорода в бутылочке, обалденный, просто шампунь потрясающий, моет волосы отлично, они после него такие объемные, но не пушистые, не пушистые такие, гладенькие, ну классный вообще, обалденный шампунь. И вот такой вот бальзам, тоже заявлено, что это мягкий укрепляющий бальзам для волос, очень такая приятная консистенция, как кремовая, отлично разносится, очень-очень приятно лежит, и волосы после него, знаете, такие как шелковые волосинки, как волосинки, то есть они такие напитанные, тяжелые становятся, вот прям мне очень нравится этот эффект, обожаю. Вот шампунь у меня закончился, надо купить снова. Следующая серия для волос, которая мне нравится, абсолютно недорогая, это марка Эвелин, шампунь и маска для волос. Бальзам я заведомо не покупаю, потому что, ну, во-первых, бальзам у меня вот от виши еще полно, и, во-вторых, я часто использую маску как бальзам. Ну, давайте по порядку начну с шампуня. Органовый шампунь 8 в 1. Очищение, защита цвета, стойкости, сохранение стойкого и насыщенного цвета, равномерность, восстановление поврежденных волос изнутри, уменьшение ломкости, возвращение жизненной силы и блеска, уход за структурой окрашенных волос. В общем, шампунь действительно классный, он абсолютно прозрачный, он очень приятно пахнет, отлично пенится, ну, просто запах очень-очень классный, отлично разносится, волосы очень хорошо промывает. И его надо небольшое количество, и не надо, там, 2-3 раза промывать волосы, прекрасно справляются со своей задачей. Абсолютно бюджетный шампунь, и, несмотря на то, что, ну, довольно-таки маленькая бутылочка, хватает его надолго, потому что нужно его очень маленькое количество, нравится мне. И маска, маска также органовая, 8 в 1, у нее тоже потрясающий аромат, вот такого она цвета, она такая, знаете, по консистенции, по текстуре похожа на суфле. Очень-очень приятный, я ее где-то, наверное, раз или 2 раза в неделю наношу прямо от корней до кончиков, держу там 3-5 минут, как заявлено на упаковочке. Если я ее использую как бальзам, то наношу где-то от середины волос, распределяю и тут же смываю. Потрясающе делает мягкие такие волосы, вот просто, знаете, такие и не напитанные, и не тяжелые, как, например, вот этот бальзам, а именно такие воздушные, очень-очень мягкие. Вот сейчас я ей пользовалась, то есть такие, знаете, такие мягчайшие просто волосы, они такие легкие, и в то же время они какие-то такие обработанные, объемные становятся, то есть она их напитывает, но абсолютно не утяжеляет. Классная маска, пользуюсь удовольствием, тоже абсолютно бюджетная, вот эта вот линейка вообще классная. Ну и следующая линейка у меня появилась не так давно, вот такая вот от Гарниер, ультра доукс с авокадо и карите. Шампунь имеет кремовую такую консистенцию, он не прозрачный, он такой молочно-желтенький, очень приятно пахнет. Вот у этого консистенция более тяжелая, более кремовая. Разносится хорошо, пенится отлично, но такой, знаете, шампунь как шампунь, он не продлевает ощущение именно легкости и чистоты волос. Если, например, вот с этими двумя шампунями я реально мою волосы реже, и они дольше остаются свежими и чистыми, то вот с этим шампуньем я, как обычно, планово мою волосы через день и как бы, ну, нормально. Но, в принципе, мне нравится, пользуюсь им с удовольствием. И маска для волос, авокадо и карите для поврежденных, секущихся и сухих волос. Маска, я бы не сказала, что какая-то, знаете, прям глубокого проникновения, какого-то глубокого воздействия. Вот эта вот маска от Эвелин, она гораздо сильнее, как это именно, воздействует на волосы. Но я вот этой маской вообще пользуюсь как бальзам. Опять же, если я хочу ее использовать как маску, я держу просто подольше, если как бальзам, я наношу и сразу смываю. Очень вкусно пахнет, консистенция тоже такая кремовая, такая как суфле, но хорошо взбитое суфле, то есть такое плотное достаточно суфле. Очень приятно наносится, распределяется классно по волосам, обволакивает, так знаете, каждую волосинку и делает их такими мягкими, гладкими. Мне прекрасно расчесываются волосы после нее, но опять же, маска, это сильно сказано, по-моему. То есть, ну, это, я бы сказала, хороший жирненький бальзам для волос. Еще одну масочку хочу вам показать, которую пользуюсь тоже периодически, где-то раз в две, может быть, недели. То есть, не комплексно, а так вот ее беру и именно ей пользуюсь. Это вот такая вот маска от The Body Shop. Rain Forest называется. Называется увлажняющая маска, точнее даже называется масло для волос Hair Butter. Запах, ну, такой, знаете, специфический на любителей, невкусный, но и непротивный. Приятная кремовая консистенция, такого легкого именно крема. Наносится неплохо на волосы, расход у нее, в принципе, несмотря на то, что такая совсем малюсенькая баночка, расход нормальный, не какой-то там, очень-очень большой. При этом эта маска очень классно именно увлажняет и питает волосы. То есть, я ее использую именно вот раз в две где-то недели, чтобы, так, знаете, именно вот прям маска-маска нанесла, поддержала прям вот волосы после нее такие напитанные, именно тяжеленькие, но прям такие увлажненные-увлажненные, это прям чувствуется. Волосы классные после нее, очень нравится. Также вот взяла с собой, периодически использую такая вот линейка от Оси, шампунь и бальзам для окрашенных волос с экстрактом австралийского дикого персика. Сейчас пользуюсь именно маркой Оси довольно-таки редко, но не стоит все-таки, не стоит этой шампуне своих денег. И он такой, знаете, шампунь как шампунь, просто вот, ну, очищает волосы и очищает себе, обычный. При этом он добавляет именно густоты волосам, что плюс, но он очень сильно пушит волосы, что минус. То есть, он добавляет густоту не за счет какого-то прикорневого объема, а за счет пушистости волос. Ну, как-то, не знаю, ну, у меня вот осталось чуть-чуть-чуть-чуть еще вот один месяц буквально, даже, наверное, меньше. Им попользоваться лежит, но, не знаю, скорее всего, не буду я его повторять и покупать снова. А бальзамы Оси, ну, вообще ни о чем. У меня еще есть маска, точнее, была, я ее сейчас отдала попробовать своей маме. Ну, абсолютно никакая, что маска, что бальзам, ну, почему маска называется маской, я не поняла. Абсолютно бальзам такой обычный, причем очень-очень легкий. Если, например, вот этот вот бальзам от Виши, он так напитывает, действительно увлажняет волосы, то этот бальзам, по-моему, не делает вообще абсолютно ничего. И даже волосы с ним не сказать, что лучше расчесываются после использования этого бальзама. Поэтому далеко не мои любимчики, но, конечно, я доиспользую, но покупать повторно вряд ли буду. Девчонки, представляете, села батарейка доснимать видео охота. Так что давайте вот в таком режиме. Итак, последний шампунь, это вот такой вот шампунь от Lush, глубокого очищения, Big называется Ocean. Он у меня есть всегда. Я им пользуюсь где-то раз в месяц. Это шампунь с морской солью, причем с такой крупной морской солью. Вот так вот он выглядит. И он действительно обалденно очищает кожу головы и волосы. То есть он действует такой, как два в одном, и скрам для кожи головы и шампунь для волос. Отлично пенится, надо его совсем немножко, но постоянно им пользоваться не рекомендую, потому что он подсушивает волосы. Я им пользуюсь, опять же, повторюсь, где-то раз в месяц, именно чтобы вот так, знаете, прям очистить, очистить волосы. И мне, в принципе, для моих волос этого достаточно. Ну и дальше давайте перейдем к несмываемому уходу. Вот такими вот средствами на данный момент я пользуюсь. Вот это вот средство от Шкварцкоп появилось у меня недавно. Это двухфазная сыворотка, кондиционер несмываемый. С ним волосы просто потрясающе расчесываются. У него отличный дозатор, пульверизатор. И такое, знаете, получается, как облако окутывает ваши волосы. Ну, просто вообще здорово, очень мне нравится именно пульверизатор. Прекрасно пахнет. Заявлено, что волосы будут более объемными. Да, это так, девчонки. Волосы действительно становятся более объемными, более легкими. Они прямо, знаете, как будто приподнимаются, как будто прям так подпрыгивают. Очень становятся легкие-легкие. Следующее. Это масло Керастаз. Такое вот желтенькое. Эликсир Ультим. Пользуюсь им также периодически. Чередую где-то месяц через месяц, потому что постоянно маслами пользоваться нельзя. Но вот вы видите, оно у меня уже где-то, наверное, год. И вот сколько я использовала. Мне хватает одного нажатия распределить по всем кончикам. Я не наношу на все волосы. Вот это масло я наношу именно на кончики волос. Очень хорошо питает кончики волос. Как-то их так насыщает. Они становятся более плотными, более толстыми. Ну, классно. Мне очень нравится. Следующие вот такие вот две сыворотки от Лореаль. Одна сыворотка для создания густоты, другая для секущихся кончиков. Нравятся мне обе на самом деле. То, что вот эта сыворотка как-то особо увлажняет кончики волос. Нет. То есть масло их, естественно, увлажняет и питает гораздо больше. Но мне очень нравится именно как обе эти сыворотки разглаживают волосы. Я их наношу где-то от середины волос на все волосы. То есть сначала на кончике, а потом распределяю от середины на все волосы. В принципе, не знаю, не могу какое-то прям различие между ними сказать. Одинаково классно они действуют. Одинаково мне нравятся. Ну, вот это какая-то более жидкая, что ли. Она более легко разносится. Единственное, вот это больше, более густая сыворотка. Но тоже разносится отлично. С ними волосы очень здорово расчесываются. Ну, и вот это вот в такой маленькой упаковочке, это самодельное масло для волос. Я его использую именно как маску. Я наношу его на ночь где-то раз в неделю. И это самодельное масло. То есть здесь на основе оливкового масла, которое я привезла с Кипра. Там же кокосовое масло и несколько капель масла Иланг-Иланг. Очень получается такая жирная консистенция. Я наношу ее на кончики и распределяю от середины на волосы именно на ночь. С утра мою волосы, как обычно. Не надо ничего там вымывать. Ну, смывается она как обычно. Ну, масло для волос это вообще отдельный разговор. И мне очень нравится использовать именно масла для волос. Также я вот эту вот штучку использую на ноги, на руки, чтобы они такие, знаете, ну, вот как маслом натирают. Они начинают блестеть и, естественно, увлажнение дополнительное. Вот, девчонки, это все. Рассказала вам о своем уходе за волосами. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте свои комментарии, как вы ухаживаете за своими волосами. Чем вы пользуетесь, что вам понравилось, что не понравилось. В общем, давайте общаться. Не забывайте ставить пальчик вверх этому видео. Подписывайтесь на мой канал и до скорой встречи. Пока-пока.